Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Эта вулканическая плата находится на стыке провинции Дараа и Сувейда, примерно в 50 километров от сирийской орданской границы, через которую отряды так называемого Южного фронта Сирийской Свободной Армии и снабжаются оружием и боеприпасами. Долгие годы бок о бок с ними против правительства воюют и террористы Джабхат Ан-Нусры, сменившие свое название на Хаят Тахри Рашам. Более месяца с командирами так называемой Свободной Армии шли переговоры о добровольной сдаче, но они по большей части не увенчались успехом. Лишь несколько группировок согласились сложить оружие. И тогда в дело вступили силы Тигра, недавно переброшенные на юг страны. Фронт вплата Ладжат вбил клин между двумя стратегически важными трассами, ведущими из Дамаска в столице двух южных провинций Дараа и Сувейда. Поэтому первой задачей, которую поставил генерал Сухил Хасан перед своими войсками в ходе наступления, стала ликвидация Ладжатского выступа. Его спецподразделение продвигалось с восточной стороны платы, занимая окрестные деревни. Когда зашли холодampf домой, относя к светодицею? Каменистая местность травнины не позволяла бронетехнике сил Тигра маневрировать, и идти ей предстояло по дорогам, которые зачастую были заминированы. Саперные подразделения Тигра выдвигались ночью, чтобы обезвредить мины и фугасы перед броском до следующей деревни. Саперные подразделения Ладжат не приспособлен для ратья окопов и блиндажей. Поэтому боевики зачастую оборонялись среди камней на окрестных сопках, с которых просматривались дороги в деревню. Других шансов удержаться у них не было. Но здесь противника ожидал неприятный сюрприз. Прибывшее на юг подразделение действовало быстро и слаженно. Боевикам приходилось стремительно отступать под огнем артиллерии и авиации. Боевикам приходилось стремительно отступать под огнем артиллерии. Бойцы тигра заняли небольшую деревню под названием Джаду. И уже через некоторое время, после проверки дороги, в нее зашли танки. Бой понемногу затихал. Вот только что с высоты приехал боец на вот таком замаскированном пикапе. Если я не ошибаюсь, это Toyota. Говорят, что его взяли в боевику. Они его бросили при отступлении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Бойцы тигра вскрыли вход в этот небольшой подземный погреб. Здесь много боеприпасов, танковые снаряды, вот здесь цинки с патронами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Сопротивление противника ожидалось серьезное, так как на этом фронте несколько лет не прекращалась позиционная война. Боевики имели хорошо замаскированные огневые позиции и давно пристрелялись по сирийским войскам. К тому же местность здесь открытая, и поэтому рассчитывать тиграм приходилось только на внезапность атаки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пехота прошла пешком больше километра до первых зданий и закрепилась. Дальше вновь начиналось голое поле и камни. Бойцы штурмовых групп проверили местность на мины и обеспечили прикрытие брони, а также других отрядов, которым предстоял следующий бросок непосредственно к окраинам города. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Одна за одной БМП перебрасывали штурмовиков на левый фланг наступления. Часть отрядов уже закрепилась на окрестных сопках, огибавших город. Другая старалась как можно ближе подойти к первым домам в Бусра-Аль-Харир. В самом начале продвижения противник отвечал крайне вяло, что было на руку наступавшим. Когда основные действия уже разворачивались на правом фланге от дороги в город, пошел плотный огонь из зениток и пулеметов. Мины и снаряды падали как на старые позиции сирийской армии, так и далеко в тыл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА